В Омске подросток купил несуществующий биткоин за 60 тысяч рублей. То есть, паренек решил купить миллион рублей, столько нынче дают за один биткоин, за 60 тысяч рублей. Ээээ, еще разок. Школьник решил, что за 60к можно запросто купить 1 лям 5401 рубль. Это... Это ненормально. Йович, этот ламповый видосик посвящается тем, кто хоть раз в жизни слышал о биткоинах. А слышали о них, скорее всего, все. Ведь на какой бы ты сайт ни зашел, кругом будет висеть рекламка. Заработай на биткоинах, продай биткоин, обменяй биткоин, укради биткоин, обнули биткоин, поверни биткоин. И я не шучу. Этот ролик я решил сделать для того, чтобы вы понимали, не все так гладко бывает с криптовалютами. Какое модное слово в 2К17. И ни в коем случае не пытались разбогатеть, не подумав перед этим миллион раз. Ведь те, кто пытаются найти быстрый способ заработка, чаще всего сталкиваются с проблемкой, которую я называю «фак ю». Тот хайп, который окутал криптовалютой, меня очень пугает. Одно дело, когда ты в этом шаришь и с полной уверенностью покупаешь виртуальную валюту. Другое же, когда ты в этом ни хера не понимаешь и услышав, что люди поднимаются на биткоинах, тупо собираешь все свое состояние в кулачок и пытаешься его приумножить. Но потом что-то идет не по плану, и ты медленно скатываешься на финансовое дно. Как этот школьник. Чтобы не оказаться на дне Марианской впадины, нужно как минимум, я не знаю, ну подстраховать себя. Кораблик что ли прикупить? Хотя да, согласен, эта покупка будет не из дешевых. Но у меня есть один варик. Вы думаете, я просто так играю на фоне в игру World of Warships? Нет, нет, нет. Я просто подготавливаю себя к тому, что дно не за горами. И если что, у меня хоть корабль будет. Военный. А вот с этого момента поподробнее. Скоро у многих начнутся каникулы, у кого-то может даже и отпуск, и нужно будет себя чем-то занять. Поэтому предлагаю вам стать командиром боевого судна и скачать бесплатную игрулю World of Warships, который внешний вид кораблей создан по оригинальным фотографиям и чертежам. Взрывай, бомби, топи, плыви, греби. Все это возможно в бесплатной игруле под названием World of Warships. Если ты вдруг решил или решила погамать в нее, то ссылочка на игрулю будет в описании. При регистрации нового аккаунта каждый подписчик получит в подарок премиальный крейсер Олбани. И, внимание, два ляма кредитов. Получают хорошо, живут. Итак, в Омске 17-летний подросток попытался купить биткоин за 60к рублей, но стал жертвой мошенников. Другими словами, деньги он перевел, но взамен получил ровным счетом. Я бы очень расстроился на его месте. Меня бы не так волновали потраченные деньги, как вертушка по щам от родителей. Я надеюсь, что он не взял эту сумму втихаря от мамки или папки, а то, знаете ли, бывают такие детишки, которые думают, что вот, ща возьму, никто не увидит, быстро подниму ловешку, положу обратно и все останутся довольны. Надеюсь, что он сам накопил эту сумму. А вот если нет, то могу предположить, что он чувствовал, когда понял, как его прокидали. Школьник решил потратить 60к, чтобы заработать денег к Новому году. Наверное, на феерическое празднование. И сразу всплывает вопрос. А что, нынче 60 тысяч это маленькая сумма, чтобы весело встретить Новый год? А? Да, конечно, нынче 60к это вообще ничтожество. Да на них даже на вписку к бомжам не пустят. Чего уж там говорить уже о покупке мандарин и оливьешки. Да я бы на эти деньги мог бы не только Новый год встретить, но еще и Рождество, Старый Новый год и даже Первое мая. Хочется спросить у этого юного, 17-летнего предпринимателя из Омска. А какого хрена? Ты решил, что тебе не хватит этих денег? Ну окей. Может он посчитал, что этой суммы реально маловато, поэтому нужно куда-то вложиться и, внимание, за несколько недель до Нового года поднять баблишко. Ну, хорошо, что хоть у АК-47 не спросила, как поднять бабла. Всегда говорят АК! А как поднять бабла? Казалось бы, ну окей, школьники не все в таком возрасте очень наивны и странны. Но нет же, некоторые люди продают целое жилище, лишь бы купить виртуальную валюту. Допустим, жители в США закладывают даже дома ради того, чтобы разбогатеть. В принципе, идейка хорошая. Но вопрос, а что если прогоришь? А что если точно так же вместо адекватного и честного продавца валюты ты наткнешься на мошенника? И получается, останешь без биткоинов, без дома и пойдешь бомжевать? Вот знаете, если ща подойти к бомжу, то каждый второй ответит, что пошел собирать бутылки, так как его кинуло государство, подделали документы, выгнали из семьи, украли деньги. А через 10 лет ответ будет совсем другой. Эй, а чего ты стал бомжевать? Ну, я просто хотел битков себе купить, но меня обманули. Кстати, пару Сатоши не найдется. Повторюсь, я параллельно отношусь к криптовалютам. Есть они, но окей. Нету, но тоже окей. Но меня интересует ваше мнение. Напишите в комментариях, как вы считаете, биткоин и вообще виртуальная валюта? Это здорово или это не здорово? Возможно, кто-то из вас держит в кармане несколько тысяч долларов и готов себе что-то прикупить. Если такие есть, то отзовитесь. Возвращаясь к теме школьника и его попытки стать вторым волком с Уолл-стрит. Как бы там ни было, но я немного понимаю парня. Возможно, у него действительно есть потенциал, и через 10 лет ему все-таки удастся стать миллионером. Но вот если учитывать, что он поверил в возможность купить миллион рублей за 60 тысяч рублей, то... Нет, вряд ли он станет когда-то миллионером. Окей, криспанные просто зрители. Если чё, то лучше всего вкладывать свои деньги в самого себя. Да, это звучит стандартно, да, это звучит пафосно, но это в какой-то мере правда. Если есть какие-то лишние средства, то попробуйте вложить их в своё развитие. Но если у вас нет никаких лишних средств, то можете поиграть в игру World of Warships, ссылочка на которую будет в описании под этим видосиком. Напомню, что до нового года осталось 17 дней, а значит пора искать вписон. Ну или как обычно, встретить бой курантов дома с родными и близкими за левьешкой. Что, кстати, тоже очень мило. Если вам понравился этот ламповый видосян, то можете влепить под ним лайкозавра. Всем до завтра и помните, что в первую очередь нужно думать головой, а потом уже делать. О боже, кого я обманываю, я же сам тупой как валенок.